Мертвый смерт hamburgers Песущим в ограде живот Бесущий бак�ball Бесущим в грабеж живот Песущим в грабеж живот ПЕСНЯ 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 Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 Дежурный Неплохо 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 Это так далеко уже ушло. Мы это испытали. Меня вызывает один благочинный построить пещи для просворни. Я приехал в Бурдин, отец Александр, Красноярский край. Но в это время какие-то дела с Александром, с Геннадием Фастом, он поехал разбираться. А я работаю две просворни. И они на завтра не вышли. Он приехал. Что за шум там? За дубовым иконостасом-то его высокий сделали. А его не было такого высокого. Он на уровне вот такого был только. Посмотрите, в Киеве сохранилось еще. А что там такое? Весь народ вперед не проходит. Весь сзади вышли. В кассе никого нет. Литургия остановилась. Службы-то нету. Торговля главная. Мамон. А вы не можете Богу и мамоне служить. А Мамон давно уже захватил все. А вы Бога только воображаете. Повторяете. Так что делать? Он говорит, а где же Юля с Надей? А они молятся, стоят. А почему не за кассы? Батюшка, вы знали, с кем вы их оставляли? Кто помогал глину месить? А не Игнатий заразил их. А не мамону этого в угол поставили. Я сделаю. Я вынесу из храма. Но сегодня надо торговать. Служба-то не идет. А Игнатий сказал. Да не Игнатий сказал. Написано. Ныне, когда услышите голос Божий. Не ожесточите сердец ваших. Завтра нам не принадлежит. Вот начни с этого. Получится. У нас устав деревенский есть. Устав церковный. И приезжает архимандрит и фотографирует. Мы все сделаем. Нам так нравится. Все по канону. Ну там написано как. Какие разговаривать. Два-три воскресных дня не пропустил. Без причины не было. За пределами храма. А кто? Гамский собор. Вселенский. И там выписано. Вы сфотографируйте. Зайдите у нас. Это православная вера. Сегодня что у нас есть? Это не православная. Ну и что? Ни один еще не выполнил. Ни один. Он начал выполнять, а другой. Ты еще выдумываешь. Вот отец сахим сидит. Он не даст, говорится, неправду сказать. Уехал настоятель. Откуда настоятель? Украина. Оттуда католичивание идет страны бурными методами. Уже закончилось. Не патриарх виноват с папой встретился. А то, что уже давно католичина. И вот он пока его не был, они купель построили до полного погружения. Батюшка дальше расскажет. Архиерея вызвал. Что сказал? Он же не помнит. Не помнит. Он сказал, не надо раскол устраивать. Зачем? А настоятель-то с западной Украины. Надо в Тюмени было. И он пришел, забунтовал. Все время голову мочили. А теперь вдруг погружение. А князь Владимир где крестил? В чашке? А Христос крестил где? У тебя требник или что там в кармане-то есть? Посмотри, что такое крещение. Это троекратное полное погружение. Другого нету. Это Алфеев Иларион говорит. Во всех наших учебных заведениях везде преподается одинаково. А что на самом деле фикция? Крещение-то нет. Вышел, кисточкой кропят уже. И вот я тебе сказал, за столом как везти. Так, я это услышал, больше не наклонюсь. Дома заведи этот порядок. Понял, нет? Все. Вот я с одного начал говорить. Второй. Ты понял, деревенский? Держи это. Наши это знают. На столом не склоняйся. В руке кусочек. Маленько понял. Поясок надеть вот так. И ты увидишь, как забунтует, в первую очередь, жена. Жена. А почему? Я тебе расскажу. Не просто. Это так. Вот я с бородой. Я вышел на остановке. Ну, на поезде еду. Сразу. А что ты как дикообраз, оброс? А мне 26 лет. Я молчу. Ну, а зачем ты ее бороду отрастил? Такой я не растил. Она сама растет. Она сама растет. Я говорю, скажите. А у вас почему бороды нету? Продводница в поезде. Так я женщина. А я мужчина. Это знак власти. Пока человек еще не вырос, у него нет. Он мужем становится. Ну, а дальше чин хороший получить. Не все бывают митрополитами-архиереями. А бывают и поменьше ценам. Бороду не трожь. Не дай волосинки. И видно будет. Ты не мусульманин. Не подстригай. А то как причащаться? Усы не подстригай. Почему? Ни один старобрядец. И до них на реформу никто не касался. Этого не было. Это маленькое. Маленькое. Но вот Василий Великого посетил на богослужении Валент. Еретик. И когда он зашел, вышел оттуда, говорит, какой порядок. Самый шумный праздник в году, вы знаете, какое? Богоявление. За водой когда идут весь город. И полная тишина у Василия Великого. А Валент, он бы сказал, вы хорошие, плохие. Нет. Он только одно сказал. Такой дисциплины я у себя нигде не видал. Он сразу это заметил. И у нас, когда бывает, смотрят, как люди одеты и прочее. Сделай это. Ты видишь, как забунтует. В первую очередь, жена. Да я не против. Города начала отпускать. Жена и мать поднялись против. Против бороды. Так как можно против бороды? Я рассказываю. Смотрите. Фридрих Энгельс, вы видели такого? Видели? Ну, это не такой же глухой верующий был-то. Какая борода? У него ямка чуть-чуть видать, где усы. Карл Маркс поменьше. У Ленина клинышками, я говорю. Дальше за ним идет Сталин. Одни усы. За ним Хрущев и на голове нет. И все в таком порядке идет. А вы кому хотите подражать? Я прошел по Покровскому собору. Вы, Владыка, знаете такой в Барнауле? Насчитал 475 образов. Иконы там ставили. Безбородый кто? Пантелеемон и Иван Креститель. Мальчишки были. Молоденькие. Ян Богослов. Богослов. Ян Богослов. А как узнали их в стафе, там католики казнили? Пост был. Поставили пищу, они не едят. Молосная. Их сразу вычислили и повесили. Нас сразу узнают. Узнают, мы православные. У Иоиля написано как? У Прокоэль. Туда, Господи, веди твоих героев. Ты должен быть герой веры. Не бойся общественного мнения. Мнение людей. Ян Затауз говорит, это пискомара, жужжание жука, запятая карканье вороны. Ну, ты комар, жук или ворона. Тебе больше выбора-то нет. А если ты христианин, у тебя четкий план. Вот эти амиши, которые в Америке, у них строгий порядок надеты. Я их в Америке видел. И чтоб женщина никогда рядом не шла, только позади, на два метра. Я шел долго за ними, смотрел, и мне рассказывали. А потом я в литературе нашел, как они одеты. Одеты, как будто наши сестры вышли из храма. Только сейчас. Вы ни одной мусульманки не увидите, чтобы у нее ниже горло тело было видно. Ей 13 лет. И она побежала за водой. Отец ее остановил. Дочка, остановись. Самир, почему у тебя щелок сполз? Папа, ну воды набрать неужели так важно? Мусульмане. А дальше что? А дальше он говорит ей, вот ты вся спасешься, а вот это место будет гореть у тебя в аду. Тебе понравится? Папа, прости. Завернулась, щелки надернула, побежала. Ну кто у нас так будет воспитывать ее? У них смертная казнь. Сегодня действует согласно Библии. Если она не девушка осталась, ей только одно умереть. Вы знаете, Буданов был, Татьюрий, когда Кунгаева, кто она там, Эльза, он ее там испортил и задавил-то. Его судили, 10 лет дали, а потом расстреляли его в Москве. Он изнасиловал ее, но родители просили, не указывайте в судебных издержках этого. Не надо, нам житья никакого не будет. Мы будем с презрением народа своего. И они выехали в Данию. Это сегодня не держат. А нам при чем здесь? Слушай внимательно. Антоний Великий. Я, говорит, уподобился к пчеле. И где бы я ни был, я брал самое хорошее. Ты увидел, что здесь вот, в чашки не оставлять. Вот вам пример. Ты пойди, приехай домой. Если ты так сделал, то жена смотрит. Я не пойму, то ли я мыла ее, то ли нет. У нас было такое. Он домой вернулся. Кто? Володя. Андрей. Смиряй. Или Володя Пищников. Володя Пищников. Володя Пищников. Я не пойму, то ли я мыла или нет ее. За 44 года ни одной ложки продуктов у нас не пропало в лагере. Это новое поколение растет. И ты начинай по малому. Сейчас я закончу. По малому. Вот то, что я тебе сказал. Приучите дети. Идут в школу. Чтобы они не выходили за дверь. Вот. У нас называется красный угол иконы. Три поклона. Их там у нас папа не звали. Папа это римский папа. Тятя. Ну как Пушкин писал. Тятя, тятя, наши сети. Притащили мертвеца. Тятя, благословили. Мама, благослови. Бог благословит. Идите дети. Пришли опять то же самое. И ни одного несчастья. Десять детей. Отец с матерью неграмотные. Но вот к этому приучили. Отец за дверь. А с матерью что-то неладно. Отец строгий был. А мать как-то не так. Опять чугуны расставила. Обожжется ребенок. Я видел у Баптиста. Мальчишка. С секленным глазом. Она ставила ножницы. Он за скотерку потянул. Он прямо в глаз. На всю жизнь калека. А у нас 10 лет ни одного калеки нету. Почему отец? Он буквально трепетал. Чтобы ребенок не был калекой. А возьми это. Себя насади. Муж сказал. Жена не должна ни одно письмо отправить. Пока муж Аминь не посадит в конце. И ты увидишь не получит. Она тебя диктатором. Тоталитарным будет обзывать. Что угодно. Прекрати это. А что делать? Сераков говорит. Не ходит под рукой. Отсеки от плоти. Ты знаешь другие лекарства? Дай, чтобы люди знали. А возможно ли это? Возможно. Посмотри на петуха. Какой горе мы все слушаются. По крайней мере у петуха. А сам-то не будь петухом. Это нехорошее слово для заключенных. И ты вот только где-то побыл здесь. Взял одно. Дорога едет. И говорит. Невозможно ничего сделать. А скажи. Я видел дорогу. 250 метров. Своими силами. Полмиллиона хоплый туда. И Бог даст помощников. Пруды. Мальков запустили. Что-то будет. Ничего не делать. 100% ничего не будет. А когда делаешь. 50% будет или не будет. И так точно с посадкой. Вот вы приехали. Не просто приехали. А вспомните. Были люди. Жили недостойно. И Бог смел. Гуляли. Пили. Блудили. И Бог убрал. Выжиг. 20 лет карантин был. Земля субботствовала. И наконец батюшка приезжает с лопатой. С курочками. Начинается новая жизнь. Новая свадьба. По другому хоронится. Почему? Главный скрепляющий цемент для нас. Это вера в животворящую силу Духа Святого. И Бог нас избрал. Дал нам не только веру. А веру христианскую. И не только христианскую. Но и православную. И мы должны все время. В каждой молитве. Благодарить Бога как евреи. Евреи молятся. Господи. Иегову. Благодарю тебя. Что я не женщина. Благодарю тебя. Почему? Потому что скорбный путь ее. А кому легче спастись? Конечно женщине. Ей не надо думать. Хотя если нормально учиться. У нее мозги на 25% ниже мужского. Это в Англии опыты были. И поэтому она должна каждое слово спрашивать. А так ли это? Благослови или нет? Вот наведи порядок в этом государстве. В маленьком. В своем. Сначала своим ртом распорядись. Проверь сколько у тебя на животе сала. Разогни вот так вдвое. Согни. Мы сегодня делали. Записали. И должно быть складка эта. Не больше 6 миллиметров. Сколько у тебя? Православный барабок. Вот такой вот показывает. Вот. Ты проверь. Зачем тебе эта мамона нужна? Ты проверь. Вот мы стали сегодня говорить. У нас это Никита. Где он? Ну вон Никита. Он замерил. У него как на коленке у воробья. И тебе легче будет жить. И ты хочешь, чтобы голова не болела? Я тебе расскажу. Никогда. Слушай внимательно, батюшка. Тебя тоже так касается. Никогда днем не ложись горизонтально спать. Никогда. У тебя давление будет сюда. У тебя будут сердечные приступы раньше времени. И все остальное. Ну ты не доспал. После еды. И как по 2 часа прошло. Ты можешь сесть на диван откинуться. Вертикально. А откуда ты знаешь? Доктор Витебский с курганом. У него если люди это не соблюдают. Из больницы сразу выписывают. У человека клапана на желудке. Все в обратном направлении работает. Почему больные? Почему голова кружится? Никогда не ложись. Вставай в одно время. Вот я говорю вам это не сделать. 4.40. У нас детский лагерь. Детский. В 5. Найдите такой детский лагерь. А через 2 недели я спрашиваю. Дети хотите будем ложиться. Как хотим. Как всегда. Сами голосуют. А вставать позже. Не один. Мы до завтрака. И по росе пробежаться. И скупаться. И поработать. Аппетит горит все у него. А где вы учились этого? У природы. Когда считают. Считают. Слушают Бетховена. Или у Чайковского. Он говорит подслушал рыдание у природы. Изобразил в этом. В своем произведении. Мы собрались. И мы должны после этого моления пойти другими. Мы услышали. Увидели неверообразимое. Ну. 21 тысяча селений погибли. Почему ты не начал образовывать селения? Ты бей место. Почему? Ты понимаешь. Я скорбь. Почему ты-то начинаешь это? Баба не поправишься. Она будет тебя слушаться. А теперь она умная такая. Все знает. И пчеловодчик скажет. Не знаете. Можно вопрос? У батюшки разрешение спрашивать. Не у меня. Батюшка. Разреши. Ну давай. Небольшой. Да небольшой. Но я все понял. Ёлки-палки. Все понял. Можно наших жен к вам в лагерь определить? Можно. Если можно. Можно. Когда? Когда привозите? 10 июня. Но она должна приехать не одна, а с внуком, который в лагерь подходит. Она как бы сопровождающая, а не просто одна. Вот сейчас мы на пенсию можем с семьей. Все. Семье разрешается. Но тогда у вас двое, не меньше двух детей должно быть. Все. Благодарим. Спасибо. Светися, светися, мой Иерусалиме, слава Бога Господня, на тебе во сиянии бой ныне. И веселиться сегодня. Ты же чистая, красныйся, Богородица, о восстании Рождества Твоих год. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и приснои во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Высокопрят священнейший лады, по благослови. Благословен Бог, милый, питай нас от Своей богатых даров, Своей благодатью и человеколюбим, всегда ныне и приснои, во веки веков. Аминь. Пока. Господи, 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 Господи. Не использую я на пике, только и еще. На концерт дети ждут уже. Так, все, на концерт. Дети ждут на концер. Ну, это хорошо было, правда? Нам всегда хорошо. Мы помним, ваши лучшие фотографии остались. Мы на фотокарту с караганик приставляем. Так, все идем китайцы, сейчас быстрее на концерт. Игорь, подбей, еще до конца, наведи это дело. Тебя только потерять, потому что ты совсем немощный, а ты нужен. А кто же он сказал, что я немощный? Врачи? Да не верьте никому, Стегнотихно. Немощный тот, который, то есть, душа где-то у него спрятана. Бывший главный агроном Кософоза Корчевский, мой крест есть. Поэтому мы мощные, сейчас. Можем так, можем так. Поэтому. Показано, кто хочет. ГОВОРИТ НА НЕМОСТИСКОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...